И всем привет, друзья! Меня зовут Кот. Продолжаем играть в Days на новой карте на Малеск. Ну, пока что мне карта нравится. Ничего так хардкорная. По-настоящему зимняя карта, где не только снег можно... Кстати, снег здесь тоже круто сделан. Чё так жарко-то? А, да, наверное... О, всё. Теперь получше будет. Карта незнакомая, пришлось маркер поставить, чтобы хоть докуда-то дойти. Посмотрим сейчас, что там за объект. Там БМП подбитое. Вообще, на этой карте вот такой вот техники. Типа там Урал уничтожен или БМП подбитое, а там лут спавнится. Конечно, не знаю, может это только на этом сервере. Ну, такое я находил. Сейчас на вышке посмотрим, но, скорее всего... Ну да, чё тут? Примерно я так и предполагал. Не, ребята, ну вас нахер. Где-то тут колонка была. Я как раз воды набрать хотел. Вот она. Конечно, у меня целая кастрюля, но... Запас... Никогда не помешает. Пойду дальше. Тут я побывал. Не так далеко осталось. Ну, не так, что почти пришел. Это военный объект какой-то, похоже. Знаю, какой-то баг на сервере, что ли. Персонаж постоянно мокнет. Ладно, это я потом на другой сервер играть пойду и это проверю. Небольшое озеро. Правда, как тут рыбу ловить, непонятно. Червей не накопать, во всяком случае. Или я еще пока не разобрался с этим? Ну, ёпта. Простыл. Еще и поиск на что-то. Еще надо будет костер сделать. В этих армейских казармах стоят пенели. Печки. Вот в ней можно еду погреть. Правда, для начала там посмотреть надо осмотреться. То мало ли, всякое бывает. Что-то их дофига там. Конечно, тут уже были. Конечно. Оп. Так. Ну, давай, подходи. Даже немного хабара принес. Что-нибудь? Отлично. Конечно, тут все проверили, но есть шанс, что лут мог переспавниться. Ну так, ерунда всякая. Этот рюкзак я бы еще взял. Но рюкзака тут нет. В проходной, может, что-то будет. Хотя обычно в этих зданиях ерунда спавнится. Ну да, магазин. Шлем там какой-то. Мотоциклетный, походу. Годов так 60-х. Магазин на М-ку. Интересно, где ее саму можно найти. Маскировочный плащ штука хорошая, но я думаю, в нем холодно будет. Да и одевается он вместо рюкзака, что не очень-то выгодно в данной ситуации. Так, ну ты там посиди, раз уж зашел. Я-то там был уже. Куртка патрульная, капюшон, гранат дымовых дофига. Вот противогаза, но тут смысла нет, тут нет зараженных зон. С тем с газом. Это какие-то новые казармы. Таких я еще не видел. По упавшим вертолетам тоже непонятно, где их искать. Карту потом посмотрю, как она выглядит. Магазин на Калаш. Конечно, можно было взять, может я бы что-то нашел, но... Ладно, хрен с ним. У меня пока неплохое оружие есть. Куртка как новая, с ножом. Масхалат еще один. Не, ну это какой-то тут... Обычно такое спавнилось где? На холекрашах. Вот такой масхалат можно найти. Больше всего шансов. А тут они в каждой казарме почти лежат. Снайперская карта какая-то будет. Хотя на снегу в нем, наоборот, еще лучше видеть будут. Сейчас за двери надо заглядывать. Потому что можно не заметить вещи. Но... Сейчас тут ничего нет. Компас какой-то. Двери надо закрывать, а то опыт уже был в пожарке. Когда не закрыл двери, мертвяк пришел. Так, ну тут... Ни хрена. Че это с ним? Какое-то у него странное поведение. Так, заметил что ли? Так, а вот какой из них? А, все понятно. Да, здравствуйте. Живучий попался. Так, надо куда-то сваливать. А, ну все, все заметили. Вообще, заметил, если тут один замещает, то больше... Много шансов, что остальные заметят. Так, нихуяшеньки. Это тут не работает. Хотя и не сторонник такой херни. Ну ладно. Да, вот это работает. Хотя странно, что разработчики сделали такую СКС-ку. То есть то, что на нее ставится прицел от винтовки Мосинки. А в другой игре, на типа симулятора, я знаю, что есть специальный СКС-ку, на типа гражданское, охотничье промысловое называется. На котором ставятся прицелы с креплением ласточный хвост. То есть, по сути, на СКС-ку можно поставить как ПСО, так и 1П69. Он также есть вариант с специальным креплением. А 1П69 прицел это намного лучше, чем вот эта фигня со Второй мировой войны. У него хотя бы есть прицельная сетка, по которой можно дальность определять. А также у него увеличение есть. То есть, причем оно регулируемое. Ну, здесь почему-то решили, что так будет проще и поставили прицел от Мосинки. На стандартную СКС, кстати, вообще прицел не ставится. Никакой. Нет, ну если его только изолентой синий приболтать... Либо нужны специальные крепежи. Вот насколько я знаю. Конечно, могу ошибаться. До фига вас пришло. До фига. Вот это еще сколько из леса пришло. Они, видать, по округе еще разошлись. Сейчас, если подождать, вот пока перезаряжаешься, еще парочка прибежит. А, также на СКС еще есть, кстати, магазин. Патронов, так, на 20, насколько я знаю. Так, еще один. Ну, это вроде бы последний. Нифига тут шмоток. Вот эта штука хорошая. Это она обязательно взять. Ей можно колонн чинить, нож. И прочие инструменты. Ну, подходи. Вроде всех перебил. Ну, все, надо еду греть. Пока не поздно. Пока есть возможность. Не знаю, по старинке соберу костер, наверное. Вставлю в ту печку. Хотя... Хотя, может, сейчас изменили. Сейчас там, я смотрю, можно сразу просто все положить. Так, хотя бы таскать удобней. А, ну да. По весне еще можно было. Даже костер просто ложишь в эту печку и все. А теперь вот они изменили, приходится по отдельности. Рюкзака-то нет, все, не положишь. Придется поторопиться. Тут так сейчас и отъехать можно. На этой карте самое главное, это одежда пожарного. Ну, вот еще говорят, куртка егерин еще и спички найти. Или зажигалку. Так, тут у нас тоже еда есть. Ну, а ты ее буквально на маленько ложишь. И все, она готова. Можно есть. Вообще надо где-то какого-то... Какого-нибудь оленя пристрелить или лося. Надо жир. Жир тут это хорошая штука. Примерно как тактический бекон, по-моему. Который, кстати, вот на военках почему-то пока еще не попадался. Наверное, ценный продукт. Дает как-то... Все в руки брать надо. Так, химическую грелку нафиг. Эту баночку разогреть. Ну все, еда разогрета. Еще раз осмотреть, может тут что-то появилось. А, ну не, такое... Такое не интересует. Да тогда уж лучше пистолет с глушителем собрать. А еще поесть. Ну вот, поел, отогрелся. И можно идти дальше. Тут тоже ничего не появилось нового, кроме... Да и колючо провока вроде было. Тут откуда-то он отстал от своих. Так вот. Какой-то неожиданный. Ну, снежок так, ничего сделали. Ну и в горах у них прикольные эффекты со снегом сделаны. Там, где сугробы лежат, офигенно. Вот, на модовских картах, где типа зима, такого нету. Запасной взять, пригодится. Ну все, тут все проверено, можно идти дальше. Ничего интересного тут не было. Хотя бы еду погрел, то полезное дело. Ну, это, как я понял, район порта. И вот немного изменили, потому что в карте, которая в армии 3 есть, он выглядит по-другому. Старый, наверное, старый аномальский, то по-другому было немного. Живущий оказался. Еще и ранил. Походу и не было никого, сюда никто не ходит, потому что тут... Тут, наверное, делать нефиг. Хотя теоретически тут... Должна быть одежда, тут приодеться можно. Конечно, не одежда пожарника, но... Эти патроны я возьму. Эти патроны я возьму. Я не могу забрать эту полезную штуку. Кстати, пофиг, что она... Написано лед. Достаточно просто с колонки ее наполнить. И все, там вода будет. На полной воды будет. Видимо, считается, что лед растаял в теплой воде. Да, тут дофига казарм поставили. Ну, не дофига, но... Старый аномальский не было такого. Тут и порт видоизменен. И зомбаков целая куча. Надо бы как-то аккуратно пройти мимо них. Уж не знаю, получится или нет. Тут военные зомбаки ходят. И там гражданские будут ходить, скорее всего. Бинокль. Этих сеток маскировочных. Тут вообще уйма просто. Я даже не знаю, куда стук. Не, ну потом по базам, конечно, растаскают. А не, я тут кто-то был тоже. Двери все раскрыты. Эту штуку обязательно надо взять. Это полезная вещь. То обычно оружие находим. Оружие у нас изношено. Его нужно починить. Поэтому, если такой набор попадается, его нужно обязательно брать. И на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. И всем пока.